Китайские блюда 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 Огонь мы сейчас включили для чего? Чтобы нагреть сковороду. Кладем курицу шкуркой вниз. Опускаем. Масло не нужно. Жарим на собственном жиру. Как вы здорово курицу выложили. Когда мясо немного ужмется, нужно убавить огонь. Пусть жир, содержащийся в шкурке, сам выйдет под действием жара сковороды. Вот что значит опыт. Смотрите. Жир уже появился. Видели, да? Во-первых, нам нужно, чтобы жир, содержащийся в шкурке, вышел. Во-вторых, нужно, чтобы сама она стала плотной, чтобы наполнилась воздухом. Так курица лучше пропитается вкусом приправ. Далее мы добавим имбирь и лук. Получается, обжариваем все время на слабом огне за счет собственного жира курицы. Далее переключим на сильный огонь. Жир все еще есть. Да, обжариваем в нем лук и имбирь до появления аромата. Вот, аромат появился. Интересно, что же будет дальше? Наверное, вы ее перевернете? Посмотрим. Корочка подрумянилась, но еще недостаточно. Нужно, чтобы цвет стал еще более золотистым. Да, верно. Далее палочками попробуем кожицу. Видите, она стала очень плотной. Это значит, что можно переворачивать. Эта сторона уже прожарилась. Далее добавляем воды. Кладем бадьян, кардамон, лавровый лист и немного кинзы. Ее мы свяжем в пучок. Есть пучок? Чтобы он придал блюду аромат. Я считаю, что вы отлично умеете использовать кинзу. Да. Он его еще и в пучок связал. Так, хорошо. Затем берем вигну и ее мы тоже вяжем в пучок. Да, берем два стручка и тоже связываем. Пучок. Так точно. Я однажды уже видела такие пучки. Так еще тушат мясо. Так ее легче будет вылавливать. Хорошо, выкладываем ее и добавляем приправы. Соевый соус или соус шэнчоу. Его желательно побольше. То есть у нас получается бульон с жареной курицей, вигной и кинзой. Все верно? Да. Соль. Затем немного леденцового сахара. Его можно класть сколько пожелаете. Так мы добавим блюда сладости и яркости. Именно так. Хорошо. Дальше нам нужно добавить грибы сянгу. Можно класть как свежие, так и сушеные. Но я советую всем использовать сушеные грибы, потому что с ними получится вкуснее. Ясно. Сегодня в нашем блюде заключено очень много вкусов. Курица, кинзы, кардамона, лаврового листа. Я думаю, что получится превосходно. Да уж. После того, как на сильном огне бульон закипит, нужно будет снова перевести на слабый. Нет, нужно будет перевести на средний. Варить на среднем огне нужно будет примерно 5 минут. После можно выключить огонь и еще 3 минуты подержать все это в бульоне. И можно выкладывать. Ясно. Настаиваем 3 минуты и выкладываем. Все верно. Сей Чуэн, пожалуйста, помогите мне выложить вигну. Куда ее? На разделочную доску. Выкладываем. Видите, как здорово получилось. Какой же ароматный этот бульон. у меня от него мысли путаются. Разрезаем вигну и укладываем ее на дно. Затем вынимаем грибы Сянгу. Эх, Сянгу, какие же они соблазнительные. Их мы тоже разрезаем? Да, на них мы делаем пару надрезов. Понятно. Поддеваем куриную ножку. порежем ее на тонкие кусочки. Берем вот так вот ее нарезаем. Все содержимое мы выложили. Остался лишь бульон. И мы все польем сверху. Добавим немного салата латука. Бульон можно сделать чуть погуще. А можно сразу полить все сверху, как хотите. Хорошо. А еще мне можно сварить лапшу. Можно, вообще без проблем. Ну что ж, наше блюдо готово. Пробуйте. Я не буду больше ждать и попробую. Госпожа Лю, я думаю, стоит начать с вигны, но ее наш повар спрятал на дне. Где же наша вигна? Давайте, госпожа Лю, я вам положу. Хорошо, спасибо. Господин Ли, вы накладывайте сами. Хорошо. Вначале мы попробовали сырую вигну, а сейчас... Вкусно! Правда? Очень вкусно. Уже нет табов привкуса углей. Чувствуется вкус леденцового сахара и куриного мяса. Правда, очень вкусно. Бульон, обжаренная курица, все получилось просто потрясающе. Очень насыщенный вкус. Да. Я считаю, что это блюдо обязательно стоит освоить и научиться готовить так же неторопливо и сномательно, как повар-ли. Да. Хорошо, давайте на временно с дегустацией блюда обсудим еще вот такой вопрос. Многие наши телезрители, которые любят готовить, часто в блоге задают нам вопросы. Вот один из них. Можно ли смешивать огурцы и помидоры? Странный вопрос. Я вот, например, когда готовлю суп, часто их добавляю. Огурцы с помидорами можно смешивать. Телезритель говорит, что это испортит питательность блюда. Объясните, пожалуйста. Давайте разбираться. Огурцы содержат оксидазу, а помидоры в прошлом считали, что они очень богаты витамином С. Но на самом деле это не так. Поэтому, если есть огурцы и помидоры вместе, если их смешивать, оксидаза может уничтожить витамин С, содержащийся в помидорах. Но при температуре свыше 45 градусов оксидаза распадается. Поэтому их, например, можно пожарить вместе. Но как их есть сырыми, чтобы сохранить витамин С в помидорах? После того, как порезали огурцы соломкой или ломтиками, нужно подержать их немного на свежем воздухе. За это время оксидаза вступит в реакцию с воздухом и распадется. И тем самым мы спасем витамин С, который содержится в помидорах. То есть, когда огурцы и помидоры порезали, не нужно торопиться их смешивать, а подержать их отдельно. Иначе огурцы подпортят наши помидоры. Верно я говорю? Да, вы абсолютно правы. Значит, наш телезритель не ошибся. Но если их есть приготовленными, то ничего страшного. До встречи в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok